Последние метры! Антон Смольский финиширует! Второе место! И барабанная дробь! Представитель Республики Беларусь! Антон Смольский! Я был довольно активным ребенком, но не хулиганом. Я был спокойным, послушным, но очень активным. Я любил оббежать всю деревню, пока мама ушла на работу. Потом маме об этом говорят, что я где-то оббежал на дальние улицы. Но, конечно, мама уже сильно не ругала меня за это, потому что понимала, что я люблю бегать, люблю движение. В шестом классе, мне было 12 лет, мы переехали ближе к городу Кополь. И я уже начал учиться в средней школе номер два города Кополя. Соответственно, и записался на секцию биатлона, потому что все мои сверстники, все одноклассники были записаны на секцию биатлона. Там тренером и сейчас работает Синюк Анатолий Анидович, это мой первый тренер. Это человек, благодаря которому до сих пор существует секция биатлона. И меня это затянуло, мне хотелось быть сильнее, потому что мои сверстники были намного сильнее меня уже в тот период. Я много проигрывал, и мне хотелось быть ближе к ним. И биатлон затянул тем, что даже если ты физически не силен, не выигрываешь там все гонки, но ты можешь вытянуть все стрельбой. Конечно, хочется, чтобы больше уделялось внимание глубинкам, потому что из глубинок зачастую люди сильнее. И не хочется, чтобы их таланты пропадали, чтобы они попробовали себя как в биатлоне, так и в других видах спорта. Потому что, я думаю, для всех не секрет, что из деревень физически сильнее люди. Из-за чистого воздуха, более правильного питания и более здоровых продуктов. В 11 классе для меня было важно закончить учебный год с высоким средним баллом, сдать ЦТ и поступить в ВУЗ. Биатлон на тот момент был как хобби. Понятно, все учителя, родители говорили о том, что нужно учиться и поступать в ВУЗ. Но мне нравилась физическая работа. И я, конечно, рад, что это переросло в мою работу, в то, чем я занимаюсь. Как только я попал в Центр Олимпийской подготовки, я понимал, что следующая стадия будет попадание на чемпионат мира. Далее медаль чемпионата мира и попадание в национальную команду Республики Беларусь. Когда я попал в национальную команду, я прекрасно понимал, что будет формироваться состав на Олимпийские игры. Конечно, я физически еще не был настолько готов, чтобы конкурировать с мировыми лидерами биатлона. Но понимал, что вполне возможно поездка на Олимпийские игры в качестве запасного, либо четвертым человеком. Честно, от первой Олимпиады у меня до сих пор эмоции. Потому что для меня это было впервые. И это было как сон, как нереальность. Потому что совершенно все было другое. Другая атмосфера, как другой мир. Даже солнце там было другое. Я уже где-то об этом говорил. То есть, кроме восторга, я ничего не испытывал. И желание пробежать хотя бы гонку на Олимпийских играх. Многие болельщики, любители спорта думают, что мы тренируемся только зимой и выступаем. Но на самом деле, тренировки у нас начинаются в мае и заканчиваются в конце апреля. То есть, круглый год. У нас единственный месяц в апреле, когда у нас снижена нагрузка, одна тренировка в день. А май, июнь, июль, август и сентябрь у нас самые напряженные дни. Самые сложные сентябрь и октябрь, когда переходишь на интенсивность, похоже на соревновательную. То есть, мы ежедневно тренируемся. Все часто мне задавали вопросы в университете, что ваше соревнование зимой, почему ты не приходишь на занятия. Я говорю, что мы тренируемся ежедневно, и немногие верили в это. И мы просыпаемся в 7.15, это примерно время в 7-7.15, кому так удобно. И идем на зарядку, завтракаем в 8 утра. В 9 утра мы уже на стадионе биатлона в Робочах, если это проходит сбор. С 9 до пол первого мы тренируемся на улице. Это может быть лыжи-роллеры, либо бег с палками, либо просто бег, либо велосипед. Обязательно работа с оружием в это время входит. То есть, примерно 2-2,5 часа физической нагрузки и час нагрузки с оружием. Дальше мы обедаем. Тихий час. И с 16 часов до 19 у нас вторая тренировка. Это может быть силовая тренировка, игровая, восстановительная. И также час работы с оружием. И, опять же, ужин. Свободное время у нас с 20 до 21. И в 22 часа, 23. Подготовка ко сну и сон. Все время занимает биатлон, если ты занимаешься биатлоном. Потому что, если же распыляться на другие действия и заниматься какими-то другими делами в это время, то можно что-то упустить в биатлоне. Конечно, для нас сложно. Я уже говорил, что самое сложное – посвящать все время биатлону. Съездить к родным в тренировочный день – это практически невозможно. Только выходной. Либо приезжают друзья вечером, например, проведать тебя, как в армии, либо в лагерь какой-нибудь. То у нас не остается сил на это. Вот в чем дело. День начался для меня в тот момент, как обычно. Я пошел на зарядку. Но понимал, что это какой-то особенный день. То есть это сложно объяснить, это такое внутреннее чувство. На гонку я выходил, как во сне. У меня было замутненное состояние. Я все делал, как обычно, в гоночный день, как по шаблону. Обычно я более концентрирован, чем в тот день был. И все, я стартанул и бежал. Но когда случились вот эти четыре закрытых огневых рубежа, я выходил и понимал, что, да, сегодня значимый день для меня и для всей страны. И хотелось отдать все силы, что у меня и получилось. Когда я доезжал уже гонку, было где-то 100 метров до финиша, я понимал, что еще бы 100 метров, и у меня бы не хватило сил доехать даже. Я отдал все, что у меня было. Я понял, что у меня получилась та гонка, которую я хотел. Что если бы мне дали перебежать эту гонку заново, я бы лучше не сделал. Когда я был на пьедестале и уже получил свою медаль, это непередаваемое чувство удовлетворения, в первую очередь того, что все, что я делал, было не зря. Все потраченные годы, все мое время, которое я дал спорту, все свои силы, это было не зря. И те люди, которые помогали мне достигать этих высот, я думаю, примерно такие же чувства ощущали и гордились не только мной, но и собой. Так, вот эта олимпийская медаль, моя, серебряная, весит чуть больше 500 грамм, тяжелая во всех смыслах. Наверное, это самая тяжелая гонка была в моей жизни. Вот, и я представлял, да, какая она будет, и визуально я представлял, что у меня будет олимпийская медаль. Но саму красоту медали сложно передать, потому что, когда ее ощущаешь, ее берешь в руки, приходят те воспоминания, через что мне пришлось пройти и как она далась. До олимпийской медали я себя заставлял тренироваться. То есть не всегда это приносило удовольствие. После этой медали, мне кажется, каждая тренировка будет это как получать удовольствие, получать чувство удовлетворения и иногда смотреть на медали и вдохновляться, что ли. Мне следующее четырехлетие и олимпийский цикл будет немного не с той мотивацией, которая была прям дикой, большее чувство спокойствия будет для дальнейших тренировок. То есть я буду осознавать, что я двигаюсь в правильном направлении, что я становлюсь сильнее, но буду более спокойно воспринимать некоторые неудачи, которые, возможно, будут, а не будут. Это спорт. Конечно, это вызов снова для меня, смогу ли я поддержать тот уровень и стать еще сильнее.